Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Сегодня у нас довольно-таки сложный разговор, но тем не менее он касается каждого человека. Рождение и смерть неизбежны, преследуют нас и как к этому относиться? Значит, побудило меня письмо человека, который относится ко мне как к учителю. Обратился за советом. Умерла мама, переживаю, переживаю сильно, как выйти из этого состояния. Но я ответил, вы можете посмотреть мое видео. Моего ответа оказалось недостаточно. Достаточно. Пришло новое письмо, я вам его зачитаю. И вот, для того, чтобы как-то в этой теме иметь то ли моральные права, давать какие-то там советы и так далее, я, конечно, дам свой совет. Это мой совет, мое понимание вот этого явления. Как вы его воспримите, это, конечно, ваше дело. Ну, по крайней мере, вы будете знать, что есть разные взгляды, это важно понимать, что есть разные взгляды на вот эту тему. Ну и хотелось бы, знаете, вот умерла мама, начать не из письма, а потом как бы его продолжить. А начать вот непосредственно с себя самого, что у меня в жизни было, у меня тоже умерла мама, и начать с моего рождения. Я как-то об этом уже рассказывал, ну и немножечко повторюсь, причем, повторюсь, пересказал слова своей мамы. Итак, 1954 год, сентябрь, привезли мать в роддом где-то, наверное, 19 сентября. 19 сентября как раз было воскресенье, значит, роды начались. Не знаю почему, не знаю вот не почему, что никакой помощи особо ей оказано не было. И, я так понял, женщина в родовом этом процессе, она просто истощилась и встала. Как она говорит, мне уже стало все равно, что, что, как и будет, и так далее. То есть, место рождения воскресенья, наступил 20 сентября, понедельник, пришли врачи и сказали, что вот роженица поступила к нам 19 сентября, и как что-то там она не разродится, что будем делать. Ну и было предпринято, это я все пересказываю, рассказ матери моей. Решение просто-напросто, простынь вокруг живота и выдавить, да, если недолго. То есть, раз человек не может ничего это делать, значит, поступим таким образом. А так, что получится? Ну, что получится, то это и получится. Короче, выдавливает простынями меня из материнского организма. И насколько роженица была слабая, она не вменяемая в таком состоянии. Ну, естественно, ребенок там, когда уже вроде как и родовой процесс прекратился, то ли он там задушился, то ли он не задушился, отделяет мать от ребенка. И, как она говорит, когда она уже так пришла в себя, так, не показывает, кто родился, нормальный ребенок или ненормальный, с каким-то отклонением. И нету ничего, полнейшее вот. То есть, было мнение, что я не выживу. И так как, знаете, вот мать была, ну, в таком состоянии, что и, знаете, не до того, чтобы родить, и тем более там переживать за ребенка, решили просто-напросто отделить и положили умирать просто-напросто меня, любимого. Ну, вот, ей, естественно, ничего не говорят, значит, проходит так, не знаю, сколько прошло, вот я как-то не уточнил. Ну, прошло несколько дней, день, два, там, три, не несут, ничего не говорят, что-то там ждут. Ну, скорее всего, наверное, дня два ждали, пока ребенок умрет, и, ну, объявят, ну, ребенок умер. И когда, и это уже сейчас понимаю, когда ты не был в контакте с ребенком, вот так как-то не видел, не переживал, это легче воспримется, нежели это сообщение о смерти ребенка, нежели когда ты уже ребенка видел, там, кормил, как-то общался, и вот он умер как-то, это более глубокий стресс, это, ну, мое мнение. Приходили родственники, приходили родственники, ну, в основном по отцовской линии, опять, это с ее слов, ну, утешали так, ну, Валя, ее звали Варвара, ну, она стеснялась, что Варвара какое-то такое, знаете, деревенское имя, и называла себя Валентиной. Бог заберет, приберет, нового родишь, вот, вот, то есть вот такое успокоение было. Ну, родишь, да и все, недолго, ну, 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 бывает такое, это, бывают такие вещи, поэтому, ах, переживать особо не стоит, конечно, неприятно, но усугубляться особо не стоит. Вот такие были утешения. Ну, и в конце концов, не знаю, сколько там времени прошло, что мать прокралась в отделении, где лежат дети, дабы посмотреть, кто там нашла меня, пощупала ручки-ножки целы, лежит голубоглазый, чернявый ребеночек ее, ну, и с того момента начали ей меня приносить, вот, то есть она добилась того, что это, что вы делаете. Интересная особенность, это грудь ее я не брал. То есть, несмотря на то, что давали мне, значит, я отказался брать грудь, но, тем не менее, с удовольствием пил молочко. Всех женщин, которые находились в роддоме, которые, значит, сцеживали молоко. И потом я в основном вырос на молоке коровьем. Выпивал с сахарком, все это я помню. Вот такое вот было отношение к рождению, смерти. И я думаю, где-то оно правильно. Если, ну, такое случилось, ты уже ничего не сделаешь, ну, ничего не сделаешь, оно случилось. Там, ребенок умер, вот эти все переживания, ну, ясно, да, переживания, конечно, будут, но вот уходить в эти переживания и жить в них, жизнь-то продолжается. В 2009 году где-то 77 лет было матери моей, умерла она летом. Я в это время был в Москве на съемках «Малахов плюс». Было утро. Как-то вначале это сообщение меня, можно так сказать, оглушило. Было непонятно, что за событие произошло. То есть оно еще, знаете, не дошло до сознания, что ее уже нету. Вот где-то, наверное, несколько минут как-то я соображал, есть она, нету она. Вот потом, значит, были слезы, выступили сами собой. На следующий день я поехал домой на похороны. Пока я приехал, ее уже похоронили без меня. У меня было лето, жара, вот-вот такие, значит, у меня эти, мои собственные переживания. Ну что, ну, нету, нету, что поделаешь. Мысленно, значит, простился. Особо она мне и не снилась. Само удивительное, обычно мне что-то, когда какое-то событие снятся, это никакого сна не было. Ну, я рад, что она застала то время, когда ее сын, она так хотела, чтобы ее сын, ну, был кем-то. И при ее жизни все-таки вот она видела, что стал вроде как популярным человеком, таким значимым на телевидении. Вот, ну, это как бы ее согрело. Дальше вот интересно было, никаких снов не было, а вот на 60 лет был сон. Не хочу сказать, что я был какой-то, да, был каким-то идеальным сыном, там, являюсь каким-то идеальным мужем или еще, там, знаете, таким каким-то идеальным. Ну, я понял одну вещь. Не надо себя укорять, потому что, если ты что-то не сделал в этой жизни, то ты не можешь судить, что вот я бы там, что-то там я бы сделал. А вот ты сделай, прочувствуй, и потом ты поймешь вот это. То есть жизнь работает следующим образом. Ты, грубо говоря, в какое-то дерьмо по своей собственной глупости встрянешь. Потом осознаешь, что это за дерьмо, выберешься из него, и уже совсем по-другому к этому событию относятся. Так вот, на 60 лет как раз сон был. Что-то я почувствовал, что, скорее всего, где-то жизненный цикл мой как-то подошел к концу. И снится мне сон, идет мать мне навстречу, вот, и сразу же спрашивает меня, не стыдно тебе, сынок? Я говорю, стыдно, мама, стыдно. Немножко помолчали, она говорит, жить хочешь? Я говорю, хочу. Хочу, мама, хочу. Больше она мне не снилась. Вот уже 7 лет прошло, как с того времени. Больше никаких разговоров, естественно, не было, ни во снах, ни это. Но вот, живу. Вот я живу. И вот, ну, не только что вот из-за этого моих переживаний, я там что-то понял. Я просто-напросто смотрю на жизнь и вижу, знаете, вот, как бы нам тяжело не было, там плохо не было, еще что-то там с нами такое. Спускаюсь и там утром, вот, с этого кабинета, со своего. Включаю, там, допустим, ретро-фэмили, еще там у нас приемничек. И что? Играет музычка. Жизнь идет дальше, как ни в чем не бывало. Одни люди рождаются, другие умирают и живут. И вот я тут понимаю, что должна быть не то, что какая-то черствость, а должно быть какое-то вообще, действительно, осознание, правильное отношение к процессу жизни и его ключевым точкам – рождению и смерти. Вот на что вы можете влиять, но на то вы повлияете, на то вы повлияете. А если событие уже произошло и вы повлиять не можете, а в этом вы застряли состояние, ну что, что мы застряли, к чему оно все это ведет? Оно ведет лишь к тому, что мы просто-напросто себя выжигаем изнутри и все. И потом, когда вот этот процесс пройдет, знаете, вот процесс осознания потери, он происходит, ну вот, допустим, у меня как-то произошло довольно-таки быстро. Умер, умерла мать, умер отец. Как-то я это припринял нормально, чем мог, тем я там помогал, когда все это дело жизни. Все. Отдали почтение, сделали там памятник, ухаживаем за могилкой. А когда вот человек застрял в этом состоянии, и я много случаев было, видел, особенно когда умирали мои друзья, такие же, как я, их не жены переживали, убивались там, потом наживали вот эти психосоматические болезни, а потом им хотелось жить, а уже там вот с этими болячками и прочее, и прочее. И они, будем говорить, после, вот должны были избавиться от этих болячек. А тут, интересно, жизнь, жизнь продолжается. Она, как бы сказать, давала новые возможности. Появлялись новые там мужчины у них, с которыми они не жили, жили где-то нормально, где-то там ненормально. То есть все как-то по-новому идет. Лично я понимаю, вот если вы не можете повлиять на события и это, не надо жить вот этим вот прошлым. Да, дань памяти оставьте. И дальше, раз вы остались жить, значит, от вас требуется жить дальше. Жить дальше и получать другой опыт, который вам жизнь принесет. Ну, примерно так. Теперь я вернусь к письму, значит. Здравствуйте, Петрович. Я рад, что вы выставили мое письмо на всеобщее обсуждение, потому что каждый прошел или пройдет через это. Душевный рост может быть достойной цели в жизни, но от душевных переживаний, вот эти вот душевные переживания, они ни к чему не приводят. Все. Чем дольше длятся ваши душевные заболевания, переживания, тем у вас вот эта вот связь, которая имелась между вами, допустим, матерью, между вами и вашим ребенком, она остается. И вот есть такое понятие, как просто отпустите их. Их тоже надо отпустить. Те люди, которые умерли, они вот закончили свой цикл, и пускай они идут дальше там по своим там этим загробным мирам, куда, чего и так далее. А так мы держим их своими вот этими переживаниями. Это, я считаю, это эгоистическое, потому что мы не понимаем жизнь, смерть и вот эти вот все эти составляющие. Живем вот мы рядом, да, в обнимку. Умерли, все. Значит, так и надо. Мы просто-напросто со своего собственного понятия смотрим на это вот так. Мы не понимаем более глубокий, более, так сказать, тот смысл этого события, который был заключен. Значит, так надо. Так надо было для этого человека. Так надо было вот в отчасти для нас. То есть вот эти душевные переживания, переживания, они абсолютно не нужны по отношению к умершему человеку. Они не дают возможность ни ему дальше трансформироваться и идти своим путем. Не нам. Я посидел еще 15 лет назад в первый кризис. Вроде опыт есть, но сейчас все гораздо серьезнее. Хорошо, гораздо серьезнее. Жизнь нам дает такие испытания, которые должны быть нам по силам. Значит, от нас требуется, если возникла такая ситуация, если возникла, что что-то мы должны осознать, что-то мы должны преодолеть, что-то мы должны вот так вот как-то понять и трансформироваться на основе этого. Потому что если нет вот таких событий, то, естественно, нету роста, вот того духовного роста, который от нас требуется. Да, идет переживание, но оно должно быть быстро, осознанно. Мы должны уже заранее быть готовы к подобным вещам, чтобы их воспринять довольно-таки нормально. Вроде опыт есть, но сейчас все гораздо серьезнее. Итак, гораздо серьезнее. Вот еще одно письмо. Благодарю за ответ, который ему дал, но если разбираться в деталях, то происходит следующее. Ну, давайте почитаем. Вот, к примеру, зубная боль находится рядом с мозгом, и когда болеет зуб, есть возможность физически что-то сделать. А душевный даже не боль, а дискомфорт воздействует не на мозг, а прямо на сознание. Сознание начинает сводить судорогой, и в это время единственную мысль желанием сделать что-нибудь это прекратить. В этот момент и в голоду не придет философски подходить к решению этого вопроса. Он уже давно должен быть у нас решен. Решен так. Мы не можем ничего сделать, ничего сделать, вернуть этого человека. Просто-напросто тогда. Вот опять-таки понимать, что мы привязываем своими переживаниями своего близкого и не даем ему нормально пройти тот цикл, который идет после смерти. Как человек от рождения до, грубо говоря, до полового созревания, он растет, созревает, так точно и после смерти идет своего рода стадии, которые также являются своеобразной жизнью. Это своеобразная жизнь только вот совсем по другим законам, совсем в другом теле, совсем иначе. Вот это, если мы понимаем, то для нас это уже не проблема. Уход другого человека с этого мира в иной. А тут получается, что когда этого нету понимания, а вот нечто другое в голове, тогда и получается, что вот что-то мы цепляемся и так дальше читаем. Еще я затрагивал тему воздействия на создание сущностей тонкого мира, обладающим мощным интеллектом и разрушительной силой. Уговорить и задобрить, или испугать эту силу невозможно. Потребуется особый подход. Особый подход. Значит, подход есть вообще-то, да? Прошу прощения за сумбурность моих писем. Я пишу с небольшого смартфона, которым только учусь пользоваться. Следующее письмо. Чувство вины все не ограничивается. По вашему совету, я буду пытаться справиться с этим. Есть еще чувство непоправимой потери. Вот это чувство непоправимой потери, это не то. Это неправильно. Когда я говорил, что отпустить человека, пусть он идет, куда он уже там пошел. Не надо вот это думать, что это какая-то потеря. Мы не понимаем вот это все, всей этой механики мироздания, и для нас это потеря. И пытаемся, пытаемся что-то там сделать. Ну, вот эти все, вот эти вот осознания потери, или еще чего-то, или еще чего-то, это, я понимаю, это процесс сознания, который должен в конце концов привести к правильному пониманию произошедшего события. Так, каждая вещь напоминает о ней. Мне советуют избавиться от вещей, но у меня рука не поднимается. Резко изменение событий. Тоже напоминание. Видите? Оно должно быть не напоминанием, а стимулом к перестройке своей собственной жизни. На другие, на другой лад. Но не на напоминание. Вот это вот неправильно. Есть еще мистический аспект. Родственники отца что-то со мной сделали в младенчестве еще, добавили, когда мне было 10 лет. С того момента у них жизнь налаживается, а у меня как будто сил не стало ни на что. Маме вообще сделали насмерть. Знакомая знахарка сняла колдовство, заставила прийти виновных и все рассказать. А про меня никто не подумал. С того времени энергия уходит из меня, как из дырявой бочки. Защита разрушена, и сопротивляться нет сил. С уважением. Что-то здесь надо сделать. Раз вот такое письмо, защита разрушена, и мы сами не в состоянии ничего сделать. Значит, есть, я думаю, что есть, конечно, несколько методов. Но наиболее верный, наиболее эффективный, и тот, который вы можете сами воплотить в жизнь, это начать голодание с целью избавиться от всего вот этого. То есть с установкой вы начинаете голодать, что я хочу избавиться от этого, там, можно назвать, колдовства, от этой зависимости. Вот от этого всего я хочу избавиться. И для этого, Господи, вручаю себя в твои руки. А чтобы это было не на словах, а на деле, я буду голодать. И буду голодать столько там раз. Это уже дается своеобразный обет. Сколько ты посчитаешь нужным для этого. И в конце, чтобы был знак, который укажет, что процесс окончен. Вы очистились, и вы совсем иной человек. И знаете, вот опять-таки, если была дозволена порча на какого-то человека, и она вот так вот действует, это говорит о том, что что-то было подобное у этого человека в прежней жизни, за что можно было зацепиться. Если бы не было ничего такого, как бы говорит Господь не попустит, то то ничто бы не зацепилось, и человек родился бы в семье совершенно иной, совершенно иных условиях, и родственники его поддерживали, а не использовали его для того, чтобы на нем делать свое собственное благосостояние. Кстати, есть такие техники, которые позволяют все это дело делать, но раз это все позволено, значит, за человеком что-то есть. Обратившись, вот просто обратившись к Господу и сказал, Господи, я хочу избавиться от этой скверны, вот которая проявляется вот таким вот образом, помоги мне, для этого я буду делать, беру обет, буду делать то-то, то-то, то-то. Вот для этого и существует вот этот вот, не хочу сказать обряд, а метод обета человек дает, заключает с высшими силами своего рода договор и исполняет его, и за это он получает то, что он хочет. Ну вот так вот мое мнение, может у вас какое-то мнение свое или еще что-то такое, вы можете написать, подискутируем на эту тему еще там немножечко, потому что сколько людей, столько и мнений, ну вот, практика показывает, ну и что, вот жизнь, она идет, знаете, вот этим вот таким молодой струей, и все, что в нее как бы не вписывается, все это отметается, все это отмирает, и что, все наши переживания, все наши вот эти, если мы чрезмерно в них углубляемся, а не идем вот навстречу новому дню, все это нам не на благо, только во вред. Жизнь любит что-то новое, что-то новорожденное, юное, и любит людей сильных, знающих, и которые, будем говорить, взаимодействуют с вот этой вот жизненной силой, вручая ей себя, с тем, чтобы после этого они изменились. Ну вот, вот такое мое мнение. Ну, по крайней мере, чтобы вы подумали над этим, самостоятельно подумайте. Наши все вот эти вот разговоры, все эти видосики, это своего рода, чтобы натолкнули на раздумья. А как это должно быть? А посмотрели, что у нас в жизни творится, в окружающем. И люди, чрезмерно уходящие в свои проблемы, зацикленные на каких-то таких вот таких состояниях, они ищущие выхода из них, они просто-напросто уходят. Вот, как не верти, действует закон естественного отбора. Кто осознает и меняется, осознает и меняется, тот эволюционирует и живет дальше.